Завтрак со спортсменом С пропагандистом умного фитнеса Тренером Кириллом Зеленским Один из важных таких принципов Рационального, правильного питания Это разнообразие Поэтому желательно, чтобы Завтраки и еда и любые приемы пищи Были всегда разные Выбирая замороженные креветки Обратите внимание на количество снега и льда в упаковке Для того, чтобы в течение дня Двигаться правильно и здорово Нужно начать с небольшой мобилизации И миофасциального расслабления наших мышц И не забывайте самое главное Что вы должны больше расходовать энергии Чем ее потреблять Завтрак у нас будет весьма пикантным Как вы относитесь к креветкам? Я только за И они в списке моих покупок А еще там жгучий перец И чеснок Честно говоря, я очень заинтригована И предлагаю не откладывать дела в долгий ящик А пойти и купить все нужные продукты Сегодня на прилавках магазинов и рынков Большое разнообразие креветок Самые популярные Маленькие Атлантические Самые крупные И, соответственно, дорогие Тигровые И все они продаются Как в свежем виде Так и в замороженном Выбирая замороженные креветки Обратите внимание На количество снега и льда в упаковке Большое количество Свидетельствует о том Что они размораживались И замораживались неоднократно Эти креветки шелковой заморозки Поэтому хорошего качества Но спешить не будем Предлагаю пройтись и еще посмотреть У качественной свежей креветки Не должно быть пятен Или повреждений на панцире И еще Обращайте внимание На форму морепродукта Чем сильнее у креветки Закручен хвост Тем она свежее Это правило Относится к атлантическим И королевским сортам Креветки выбраны Переходим в овощной отдел Существует огромное количество Сортов перчиков чили Все они острые и пряные Но отличаются по форме, цвету И интенсивности вкуса Большинство из них сначала зеленые А со спелостью становятся красными Но можно встретить и белые И оранжевые И даже черные Перцы чили значительно различаются по вкусу От мягких до обжигающих Основное правило Чем тоньше и меньше стручок Тем перец более жгучий Как правило Зеленые сорта Менее острые Чем красные Конечно помните Что самое острое в перце Это семечки И пластинки внутри Мы остановимся На среднем варианте Заберу которые побольше Спасибо большое При покупке любой зелени Обращайте внимание В первую очередь На ее свежесть Когда она свежая Стебель и листья упругие Яркого насыщенного цвета Без признаков вялости Запах тоже играет важную роль Можете размять листочки Или надломить стебелек И хорошенько принюхаться Мммм Какой аромат А знаете Как сохранить зелень подольше Она любит темные И прохладные места Идеально будет Хранить ее В холодильнике В контейнере Но предварительно Оберните ее Влажной салфеткой Или храните В стакане с водой Возьму Итак Все продукты куплены Отправляемся на кухню Готовить завтрак чемпиона Кирилл Очень рада тебя видеть У себя в гостях Привет Привет Расскажи Как начинается Твое идеальное утро Знаю, что у тебя Очень много дел Забот Курсы Семинары Ты же еще и Владелец нескольких Фитнес-клубов Так еще и Инструктор В тренажерном зале Совершенно верно Дел очень много И живем по девизу Нет рабочих Нет выходных Работаем всегда И идеальное утро Оно, наверное, каждый день В 7 утра Всегда встаем С женой Готовим завтрак вместе Завтракаем И в 8.30 В 9 полетели по делам Как-то так Кирилл Зеленский Персональный тренер Специалист по коррекционному тренингу Методист крупнейшего В Республике Беларусь Учебного центра По подготовке специалистов В сфере фитнеса Соучредитель Семи фитнес-центров Победитель премии Беларусиан Бьюти Ворс 2020 В категории Фитнес-тренер За плечами Более 70 конференций Семинаров И обучений В различных сферах фитнеса Сертифицированный Специалист В области Диетологии И кинезиотейпирования Имеет первый разряд По военно-прикладному Многоборью Соревнующийся Кроссфит-атлет Участник любительских Легкоатлетических состязаний Марафонов И забегов С препятствиями В общем Человек Который Каждый день Находит для себя Приключения А теперь рассказывай Что будем готовить Мы приготовим Питу Полезную Вкусную Будет салат С правильной заправкой И завершим Это все Креветками Звучит вкусно Будет очень вкусно Для приготовления Полезной питы Подготовьте 50 граммов Ржаной муки 100 граммов 5-процентного Творога 1 яйцо Пол чайной ложки Соды Соль И оливковое масло Для соуса сальса Вам понадобится Веточка помидоров черри Немного жгучего перчика чили 1 зубчик чеснока Лук Лимон И зелень Мы используем кинзу Для салата Подготовьте также Веточку черри Микс салат Огурец 20 граммов твердого сыра И креветки Для заправки Понадобится сок лимона Соевый соус И соус терияки Итак Мы начнем с питы Твоя задача Смешать творог Муку Яйца Добавить Немножко соды И оливкового масла А я в это время Займусь овощами Отлично Давай приступим Так А я тебя пока Немного поспрашиваю Расскажи Считаешь ли ты Калории Белки Жиры Углеводы Белки Твоя пища Завтрак Диетолог Диетолог Потому что Это медицинская специальность Правильнее сказать Нутрициолог Специалист по питанию Ты какие-то курсы заканчивал Да И далеко не одни И собственный опыт И работа с клиентами Уже много лет Поэтому да Могу помочь Разобраться с питанием А что с овощами Будем делать? Сейчас все порежем И немножко На сковородке Попассируем А это не вредно? Ничего страшного Немножко масла Некритично Я тебе доверяю Правильное Овощи мы почти нарезали Можно включать Плиту Пускай нагревается А я уже на стадии Буду засыпать муку Да И мука у нас Кстати Ржаная Цельнозерновая Медленные углеводы Полезнее Чем мука Обычная Пшеничная Высшего Или первого сорта Ты всегда ее используешь? Желательно Да Тесто похоже готово Нам нужен пакет Чтоб колобок не ушел Да Чтоб колобок не убежал И мы отправляем его На 20 минут в холодильник Понял, капитан Всю нашу еду Мы подбираем И подстраиваем Непосредственно Под режим нашей жизни То бишь Не мы должны Работать под нашу еду А еда должна Работать под нас Да Поэтому Естественно Это все очень живое И мы Действительно Можем влиять На наш завтрак Но опять же Мы должны понимать Если мы Среднестатистический человек У которого Пятидневная Рабочая неделя То Вне зависимости от того Какой у вас был предыдущий день Завтрак у вас должен быть Изо дня в день Примерно одинаковый Одинаковое количество еды Он должен быть сбалансированным То бишь Там должны быть Белки, жиры, углеводы Должна быть клетчатка Что позволит вам В течение всего дня Чувствовать себя хорошо Бодро И тратить ваши силы На что-то другое Да А не на то Чтобы думать там О еде Если же вы Например Опять же Тренирующийся спортсмен И у вас Серьезная физическая нагрузка И у вас Вечерняя была Тренировка Накануне То да С утра Вы можете себе позволить Прям Завтрак увеличить В полтора А то и в два раза Потому что После силовой тренировки Наш организм Все еще Забирает энергию Мы все еще Худеем Там два-три дня Грубо говоря И поэтому С утра Для того Чтобы эти силы Восстановить И опять же Мы могли продолжить Свой тренировочный процесс Надо хорошо покушать Прям Можно Как я уже говорила Увеличить Да Количество еды Увеличить Особенно количество Медленных углеводов Нам нужно еще Добавить чеснок А я в это время Уже начну Немного масла И мелко нарезаю Да И добавляем лук Ты мне знаешь Что вот Расскажи Ты каждый день Спортом занимаешься Нет Тренируюсь Не каждый день Занимаюсь Два-три раза в неделю Различными видами фитнеса Занимаюсь И в тренажерном зале Силовыми Есть много Групповых направлений У нас в залах Соответственно Посещаю еще заодно И разнонаправленные Какие-то фитнес Направления Так Для соуса Нам понадобится Немного Красного острого перца Ну совсем чуть-чуть Да Давай чуть-чуть Ты же сторонник умного фитнеса А это как? Однозначно сторонник умного фитнеса Эта концепция предполагает Более здравый подход К занятиям Спортом Фитнесом Потому что зачастую Только там Тренажерный зал И силовые тренировки Они не просто Не несут Что-то полезного Они могут быть Даже вредны А умный фитнес Учит тело Двигаться правильно Можно так сказать Если по-простому И несет только пользу Что дальше? Так, все, достаточно Давай чеснок мне Я добавлю его в сковородку Чеснок по утрам норма? Ну если жена тоже ест чеснок по утрам со мной То нормально Еще нужно немножко перца И соль С умным фитнесом разобрались А теперь расскажи Что лучше? Утренняя тренировка Или зарядка? Пожалуй, лучше утренняя зарядка Потому что Организм человека с утра Еще не готов к интенсивным нагрузкам И лучше, чтобы прошло несколько часов Перед тем, как заниматься посерьезно А утреннюю зарядку делаем натощак Или сначала можно позавтракать? Я бы лучше делал зарядку до завтрака Потому что если завтрак плотный То уже потом двигаться будет некомфортно Для того, чтобы в течение дня Двигаться правильно и здорово Нужно начать с небольшой мобилизации И миофасциального расслабления наших мышц Так как в течение дня Мы в любом случае много двигаемся Много ходим Нужно начать со стопы Берем мяч Можно специально для МФР Можно просто теннисный мяч Или любой твердый круглый предмет Прижимаем его пяткой Часть веса остается на левом месте На левой ноге сейчас часть на правой Чем больше давим на правую ногу Тем сильнее воздействие Начать можно слегка И делаем пять движений по трем направлениям От пятки к большому пальцу От пятки к среднему И от пятки к мизинцу Сначала легко Потом можно большую часть веса Перенести на правую ногу Если находится какая-то точка В которой ощущения более яркие Возможно даже болезненные В этой точке останавливаемся Придавливаем Переносим большую часть веса Сейчас на правую ногу И можно еще сделать Такие круговые движения Можно просто остановиться Перенести весь вес на правую ногу Для следующего упражнения Нам понадобится ролл Так как мы часто сидим Во время работы Либо за рулем Передняя поверхность бедра Часто находится в напряжении И для того, чтобы расслабить Мы используем ролл И следующее упражнение Кладем бедро на ролл Опираемся на локти Напрягаем живот и спину Для того, чтобы не было прогибов Поясницы И из этого положения Прокатываемся вперед-назад И если в какой-то точке Опять-таки находим Более яркие ощущения Мы в ней останавливаемся Поднимаем носок Не опираемся уже на него Для того, чтобы усилить воздействие Можно посгибать колено А также повращать бедро Разворачиваясь всем корпусом Либо согнув колено Вращать только бедро Следующее упражнение Мы тоже будем делать с роликом Оно будет направлено на мышцы спины И на позвоночник Для того, чтобы его выполнять Мы кладем ролл На верхнюю часть поясницы И пока что таз оставляем на месте На полу Из этого положения Руки складываем за шею И опускаемся Разгибаемся подконтрольно Не поднимая таз Не прогибаясь сильно в пояснице Просто вперед-назад И оставаясь внизу Делаем небольшие вращения Для того, чтобы проработать грудной отдел Также оставляем руки за шею Поднимаем таз И прокатываемся по всей длине При этом не опускаясь на поясницу Выполняется такой комплекс Каждое утро По 2-3 минуты На каждую сторону И на каждую зону И весь ваш день Будет бодрым и здоровым А мы продолжаем готовить наш завтрак чемпиона Что дальше? Дальше нам нужно замариновать креветки В соусе теряки А я приготовлю соус сальса Из наших овощей Для этого нам понадобится блендер Я так понимаю, креветки нам еще нужно на шпажку Это позже Пока что маринуй Хорошо Для соуса нам еще понадобится немного кинзы Если не любите кинзу Можно заменить на петрушку А я тебя еще хотела спросить Креветки на завтрак Это хорошо? Можно морепродукты есть утром? Вполне почему бы и нет Вопрос с чем сочетать Вряд ли ты будешь это есть с овсяной кашей Но в принципе морепродукты Это хороший источник белка Ну и все равно, скорее всего, это не каждое утро Наверное Итак, соус у нас готов Креветки у меня тоже Значит, можно начинать делать пит Доставай тесто Так, холодненькая Так, сейчас я его, наверное, разрежу тебе Да Оп, держи Давай я с тобой поделюсь мукой Все, или еще Ты недавно на конкурсе «Беларусь Бьюти Авардс» выиграл в номинации как лучший тренер Рассказывай подробнее, что это за конкурс, как проходил отбор Конкурс был по голосованию, то есть это конкурс... держи скалку, можно начинать раскатывать Конкурс индустрии красоты, из названия понятно, и фитнес, как одно из ответвлений, скажем так, вот, участвовал Конкуренция была большая, около 20 фитнес-тренеров участвовало в моей номинации И это было только голосование, то есть не было каких-то конкурсов особенно Выбор народа, скажем так Так это вдвойне приятно, когда тебя люди выбирают Наверное Но если выбрали конкурсы, я думаю, что я бы тоже не посрамил У меня не идеально ровное, или это не критично? Это не критично, главное, чтобы было вкусно Все, давай противень Аккуратненько помещаем Симпатично Не порвись, не порвись, пожалуйста И отправляем в духовку 180 градусов на минут 10 Отлично Итак, ржаная пита с креветками и овощами под соусом сальса Звучит очень вкусно, очень красиво Начинаем разбирать В составе 30-50 граммов ржаной муки Значит, сразу первое, что я хочу сказать, ошибка многих Что все считают, если мука ржаная, то это уже является сложным углеводом Нет Когда вы берете и покупаете что-либо, хлебцы и так далее Вы всегда смотрите, в составе не должно быть мука, слово Должно быть крупа Потому что чем больше термически обработан продукт Соответственно, тем легче он усваивается нашим организмом Затем творог 100 граммов Отлично Старайтесь выбирать не обезжиренный творог, но и не супержирный То есть где-то процентов 3-4% жирности творог будет вполне оптимально и отлично Дальше, для соуса Мне очень нравится состав соуса И мне очень нравится, что эти овощи запекаются или тушатся Всегда старайтесь между тем, чтобы жарить, выбирать запекать или тушить Это будет и полезно, и поверьте, это не поменяет свои вкусовые качества Всегда можете добавить какие-то специи для усиления вкуса Если вам не хватает, да, и так далее И, значит, по поводу салата Салат вообще отличная вещь Это клетчатка, это какие-никакие, но все-таки витамины Поэтому не игнорируйте важность овощей Ну, креветки, понятно, это очень полезно Теперь если разбирать по КБЖУ Сложные углеводы мы видим, это у нас лепешка По жирам желток от яйца, это уже жир тоже считаем Оливковое масло тоже Здесь мы видим в салате немножечко у нас есть сыр И, в принципе, в креветках даже есть немного жира Я думаю, что по жирам здесь не переборщили И клетчатка, понятное дело, у нас в овощах и так далее В принципе, завтрак вполне сбалансированный Единственное, что я хочу сказать Ежедневно такой завтрак не очень подойдет Ну, или если у вас высокая физическая активность Если же вы, допустим, домохозяйка Или сидите дома, мало активничаете, мало двигаетесь Тогда, соответственно, немножечко урезайте свой колораж И не забывайте самое главное Что вы должны больше расходовать энергии, чем ее потреблять Тогда вы будете находиться в хорошей, здоровой форме И хорошо выглядеть Продолжаем готовить завтрак чемпиона Маша ответственна за салат Сначала необходимо приготовить заправку Для этого нужно смешать в равных долях соевый соус и сок лимона После чего нарезать овощи Огурец полукольцами, помидоры черри пополам Далее соединить все подготовленные ингредиенты с салатным миксом и перемешать Кирилл в это время обжаривает креветки Шпажки используем для удобства и красоты Пары минут с каждой стороны вполне достаточно Чтобы сделать салат более пикантным Натрите твердый сыр на мелкой терке Маш, мы выходим на финишную прямую Осталось только собрать наше блюдо Передай, пожалуйста, ложку Держи, конечно Делим наш соус сальса на двоих И размазывай попробую Проголодался Да, выглядит очень аппетитно Дальше собираем салат Ну, мне кажется, все тут Отлично Чтобы приготовить правильную питу В творог добавьте яйцо, соду, немного соли Перемешайте все ингредиенты Далее добавьте оливковое масло и муку Замешайте тесто и оставьте его в холодильнике на 20 минут После этого раскатайте лепешки и выпекайте их в духовке 10-15 минут при 180 градусах Для соуса сальса помидоры черри разрежьте пополам Лук мелко нарежьте и пассеруйте его на сковороде Чеснок необходимо измельчить Точно так же поступаем с перчиком чили Добавляйте его аккуратно Отправьте подготовленные ингредиенты на сковороду к луку Немного солим, перчим и пассеруем минут 5 После чего переложите овощи в блендер Добавьте зелень и измельчите Креветки замаринуйте в соусе терияки Наденьте их на шпажки и обжарьте на сковороде гриль Пары минут с каждой стороны будет достаточно Для салата нарежьте овощи Огурцы полукольцами, помидоры черри пополам Соедините их с микс с салатом В качестве заправки используйте смесь соевого соуса и сок лимона Можно собирать блюда На питу выкладывайте соус сальса Далее салат Посыпьте его твердым сыром Мы использовали пармезан Последний штрих – креветки Правильный, сбалансированный, полезный завтрак чемпиона готов! Как с картинки? Да, что немаловажно, завтрак сбалансированный С точки зрения белков, жиров и углеводов Здесь есть медленные углеводы, креветки – источник белка И хорошее количество овощей Друзья, желаю вам, чтобы каждое утро начиналось Такого красивого, а главное – полезного завтрака Завтрака чемпиона! Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok